На оплату налогов 12 часов в год, как в Арабских Эмиратах. К такому показателю, по словам представителей областной налоговой администрации, нужно стремиться и Украине. Программа либерализации государственной налоговой политики дает свои плоды. О преимуществах налогоплательщиков в нашем следующем сюжете. От фискального органа к сервисной службе. Под таким лозунгом говорят, живут теперь в налоговой. Делают все, чтобы уплата налогов не отнимала много времени и силу предпринимателей. Прогресс уже успели оценить за границей. В рейтинге мирового банка Doing Business Report 2013 позиции Украины укрепились на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом. Со 152-го места до 137-го. Кроме того, со 181-го на 165-е место поднялась Украина в рейтинге налоговых систем Paying Taxis. Международные эксперты отмечают совершенствование процедуры администрирования и значительным шагом считают внедрение электронных сервисов. В Запорожском регионе сегодня почти 96% плательщиков подают отчетность по налогу на добавленную стоимость в электронном виде. И хотя еще в 2010 году только 20% плательщиков НДС подавали отчеты по электронной почте. Для комфортной работы предпринимателей в налогообложении продолжают отсекать все лишнее. Этому во многом поспособствовал новый налоговый кодекс. При внедрении налогового кодекса уменьшено количество общегосударственных налогов и сборов с 29 до 18, местных с 14 до 5. В прошлом году бухгалтеры и предприниматели тратили на налоговые процедуры в среднем 657 часов. В настоящий момент 491 час в год. Впрочем, есть куда стремиться и на кого равняться, говорят налоговики. Например, на Объединенные Арабские Эмираты, где на уплату налогов уходит всего 12 часов в год.